Этому скетчбуку уже больше вечности, и он так и не думает заканчиваться. Исправим положение, самое время его добить. Вооружаемся всем, что рисует, и топаем в комментарии за вашими идеями. Ну и как бонус, тут будут идейки, как можно его заполнить. Ну да, приветствую всех уважаемых, это Лилисянт. И на минуточку у нас тут юбилейное видео, которое мы начинаем сегодня с предложений с телеграм-канала Саши Браус. Подкинули мне ее очень, кстати, потому что на бумаге я ее еще не рисовала. Просто синяя ручка, я еще не рисовала полноценки, поэтому будет синяя ручка. И учитывая, что тут нет права на ошибку, ошибки мы, конечно же, совершаем. Ну, чтобы ее исправить, я придумала замазать это все корректором. Да, вот такой он у меня красивый. Ладно, это как дополнительная эффектность сойдет. Ну, а вот такая обалденная дама получилась. И вот такие вот последствия. Ну, не смертельно, идем к следующей вашей идее. И это у нас Себастьян Михаэль из Остемного Дворецкого. Идея из Ютуба, спасибо. Вот только я добавила сюда еще и Себастьяна из Русалочки, потому что, да блин, кто-то должен был это сделать. Глядя на всю эту эффектность, могу заявить, что, скорее всего, это будет мой любимый рисунок. За сегодня. Кстати, будет интересно, если вы тоже напишите, какой вам больше всего понравился. Ну, а, собственно, рисую я его линером и карандашами. Так, Себастьян второй тоже карандашами и линером. Да, казалось бы, как неожиданно. А вот этот обалденный итог, ну, эффектный же, мне нравится. А еще у меня тут тестики. Атмосфера грядущего, и нам-то так и выглядит. Но не будем о печальном, дальше у нас печальный тип Тодор Кишота. Тоже, по идее, из Ютуба. А вот снимаю я все это добро уже не дома. Я бы сказала, не в самой удобной обстановке. Но главное, что рисую, рисую без перерыва, потому что сегодня видео аж на целых 8 минут, и там все забито рисунками. А вот нарисовать я его решила чисто карандашами. Я так не делала уже целую вечность, и это попахивает бессмертием. Ну, вуаля. Очень даже неплохо получился. А вот и следующее предложение с Телеграмма от Эримуру. Сказать, что я давно планировала его нарисовать, это ничего не сказать, потому что я очень давно планировала его нарисовать. Почему не рисовала, понятия не имею. Сказать честно, у меня даже где-то наброски лежали, и уже причем две штуки, наверное. В общем-то, этому человеку скажу огромное спасибо за ожидание, потому что он меня знает еще с самого-самого начала. И примерно с тех пор я его и планировала нарисовать. Да, и наконец-то рисую, и рисую его линерами. Просто цветными линерами из ЭТБ, которые я купила еще, наверное, до того, как создала себе ТикТок. Техника, кстати, мне очень понравилась, я рисовала так уже один раз. Надо бы почаще, наверное. Ну, а если вам понравится это видео, можно будет сделать еще что-то наподобие там, где я буду рисовать ваши идеи. Да, кстати, их уже можно оставлять в комментариях. Ну, это такой обалденный ТОХ. Тоже, наверное, одно из любимых здесь сегодня будет. Ну, а дальше сверхмилашность, потому что это мой сосед Тотуро. Спасибо за идейку, и подкидываю вам бонусный туториал на рисование, собственно, этого зверька. Нарисовать я его решила чисто линером, без наброска. Точно бессмертная, походу. Ну, ладно, будто я в первый раз уже. В общем-то, заполню им всю страницу, а потом немного разрисую маркерами. Все, вот такой итог. Просто красиво. Ну, и это значит, что мы можем идти к следующей вашей идее. А следующая идея тоже из Телеграма, это Томой из Очень приятного. Я вот уже не первый раз говорю, но когда-нибудь я доживу до того, чтобы его посмотреть. Как бы такие жанры я не то чтобы очень люблю, но при этом оно вроде как очень интересно, и я не знаю, почему я оттягиваю. Ну, видимо, там есть какие-то свои причины, хотя даже я их не знаю. В общем, рисую что-то наподобие того же Тотуро. Просто лайн только уже с наброском, ну и немного цветов. Нет таких. А, да, итог. Очень даже прикольно. Ну, а дальше у нас акварель. И прекрасная Мау-Мау, и занимаем аналог фармацевта. Эту штуку я тоже не смотрела, а то когда-нибудь посмотрю. Обязательно. Так, кстати, по поводу акварели, я как бы не то чтобы не профессионал, а вообще не профессионал. Я ей там рисую раз в вечность, просто потому что, потому что для разнообразия было бы неплохо. Я никогда не училась ей рисовать, вот просто как есть, так и рисую. Как придумала, так и рисую. Поэтому не бойтесь пробовать новое. Получится отлично, не получится, но и фиксим потом получится. Ну, а вот такой итог. Тоже, ну, мне очень нравится эта работа. Вот такая, вау. Ладно, с милотой закончим. Дальше у нас новое предложение из Телеграма. Это Риза из токийского хуля. Да, вот с этой дамой мы знакомы. Рисую я ее чисто маркерами. Сначала хотела вообще без лайна, но потом подумала, что у меня будут проблемы с глазами. Я не хочу проблем с глазами, поэтому взяла линер. Ну, и итог, сами видите, вот такой. А дальше, предложение из Ютуба, товарищ Итачи. Взяла его только потому, что давно уже хотела нарисовать кого-то из Наруто, потому что вообще не рисовала никого. Я думаю, если бы я его посмотрела, было бы больше рисунков. Ну, и так, сойдет. У меня тут черная ручка, и я не дома. Было. Что ж, а дальше у нас Хаку из аниме, унесенные призраками. Наверное, самый популярный был в том посте. В целых, три запроса прилетело. Поэтому, да, грех было его сюда не включить. Рисовать я его решила чисто простым карандашом, а потом вспомнила, что у меня есть такие два маркера, золотой и серебряный, поэтому взяла их тоже. Как дополнение для эффектности очень даже неплохо выглядит. Хотя я и успела подумать, что это было зря. Не, нормально, он прям светится. Да, кстати, тестовая атмосфера продолжается. Но дальше кто? Незуку из клинка рассекающего демонов. Максимально прекрасная дама, которую я решила разрисовать как-то не по обычному. И взяла два цвета. Вот так-то два цвета синий и зеленый, но у них там оттенков достаточно. Хотя, как казалось, не попишал бы еще один цвет, но так интересней. Похоже, будто рисунок в негативе, поэтому я сейчас еще попробую наложить фильтр и показать, что будет. Вот такой итог. Фильтр, как и обещала. Совпало мало чего, но можно реально попробовать нарисовать что-то в негативе. Только уже так, чтобы совпало. О, а дальше еще некий обалденный тип, это Хуачен. Благодарю за идею, я над ними даже не думала, просто пошла рисовать. Да, снова не дома, снова не очень удобно, но рисуем. И рисуем черной и красной ручкой. Кстати, про серебряный маркер я как раз забыла его взять. Взяла я только золотой, поэтому пришлось закрашивать дома. Ну, это хватовый. Ну вот и перешли мы к сегодняшнему последнему рисунку. И, в принципе, последнему рисунку в этом скетчбуке. Это Орликина, это предложение из ТикТока. Изначально я хотела нарисовать ее черной ручкой, а потом залить водой и типа того. Но ручка не хотела размываться, поэтому пришлось взять акварель, и вот тут меня уже понесло, я делала с ней вообще все, что хотела. Не скажу, что там все прям очень сочетаемое, но меня уже было не остановить. Вот только мне хочется все равно сделать ей какой-то более эффектный масштабный арт, поэтому займусь этим еще чуть позже. А пока что скажу, что как бы это эффектно не выглядело, оно для последнего рисунка как раз идеально. А еще меня просили нарисовать его в честь скорома выхода, но она уже вышла на момент, как я рисую. Кто бы сомневался, да? Не, вообще-то я человек пунктуальный, но походу не в плане рисунков. Ну а вот только получился последний итог. Всех благодарю за ваши идеи, спасибо за просмотр и увидимся.